7 августа Ямал узнает, какие политические партии примут участие в предстоящих выборах. Об этом председатель окружного избиркома Андрей Гиберт сообщил на пресс-конференции. Он отметил, что из 19 региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории округа, для участия на предстоящих выборах только 9 партий уведомили избиркома о выдвижении своих кандидатов. Желание попробовать свои силы уже изъявили региональные отделения партий «Единая Россия», «КПРФ», «Родина», «Справедливая Россия», «Партия за справедливость», «ЛДПР», «Патриоты России», «Партия ветеранов России» и «Коммунистическая партия коммунистов России». Всего по округу на предстоящие выборы разных уровней выдвинули свои кандидатуры 483 человека. Из них 409 представили политические партии, 74 – это самовыдвиженцы. Подготовка к предстоящему голосованию идет полным ходом в каждом муниципалитете. Одно из основных направлений работы – обеспечение безопасности в день выборов и прозрачность голосования. В прямом смысле этого слова речь идет о бурнах. В этом году их заменили, сообщил Андрей Гиберт. «У нас есть определенные требования к ящикам стационарным, которые на сегодня уже должны иметь 75, по-моему, процентов прозрачности. Это требование тоже Центральная избирательная комиссия. Практически на территории всего округа мы поменяли ящики, они были у нас полупрозрачными. На сегодня это требование выполняется. Если вы где-то увидите непрозрачное, сообщайте нам». Напомним, в единый день голосования 13 сентября выборы депутатов Законодательного собрания Ямала совместят с проведением дополнительных выборов депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу номер 3 и с выборами в местное самоуправление районов, городских округов и сельских поселений. По информации территориальной избирательной комиссии Губкинского от 8 июля в списках о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты городской думы 5-го созыва по многомандатному избирательному округу номер 1 значатся Алексей Глухов, директор спортивного комплекса, Ирик Насыров, заведующий производственным экономическим отделом газеты «Губкинская неделя», Василий Скоропат, начальник управления по региональной политике «Роснефтпорнефтегаз», Михаил Тилижин, директор филиала «Роснефтсервис», все выдвинуты местным отделением партии «Единая Россия». От политической коммунистической партии «Коммунисты России» выдвинута Мария Яндимирова, директор компании «Ямалкомсервис». По многомандатному избирательному округу номер 2 значатся следующие кандидаты в депутаты в городскую думу 5-го созыва. От «Единой России» Александр Гулак, директор школы хореографического искусства. Алексей Колесников, директор компании «Севердорфстрой», выдвинут коммунистической партии «Коммунисты России». Самовыдвиженец Игорь Мухаммедшин, генеральный директор учебно-производственного центра. От партии «Единая Россия» также выдвинуты Фанис Нигматолин, директор предприятия «Губкинские городские электрические сети» и Тамара Полякова, директор 4-й школы. От регионального отделения ЛДПР в списках зарегистрированных кандидатов также Сергей Столяров, управляющий компанией ПНГ «Нефтепромсервис». Следующие два кандидата выдвинуты местным отделением партии «Единая Россия». Это Николай Чепсанов, тренер-преподаватель по карате, и Наталья Шлемкевич, директор компании «Спецавтоматика». По многомандатному избирательному округу номер 3 от местного отделения партии «Единая Россия» представлены следующие кандидаты в Градскую думу 5-го созыва. Юрий Зайцев, начальник комсомольского газового промысла. Сергей Коляда, директор централизованной клубной системы. От регионального отделения партии «ЛДПР» выдвинута София Мишук, индивидуальный предприниматель. Далее в списках Оксана Малокоедова, руководитель Ханты-Мансийского банка «Открытие», представлено местным отделением партии «Единая Россия». И Сергей Сличный, генеральный директор компании «Кенско-Часельская нефтегаз», также от местного отделения «Единой России». В депутаты ЗАГСа Брания Ямала 6-го созыва выдвинуты и зарегистрированы следующие кандидаты. Виктор Казарин, депутат ЗАГС Собрания Ямала 5-го созыва, член партии «Единая Россия». Виктория Канова, временно неработающая, выдвинута от политической партии «Справедливая Россия» в Ямало-Ненецком автономном округе. Алексей Колесников, директор компании «Севердорфстрой», выдвинут коммунистической партии «Коммунисты России». София Мишук, индивидуальный предприниматель, член партии «ЛДПР» и самовыдвиженец Вера Шемякина, директора филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. И я еще раз напоминаю, что выборы состоятся 13 сентября 2015 года.